что ты делаешь зачем ты так красивую зачем еще хватит куда еще красного опять что-то выпрашивает это девочка сейчас мы поедем в магазин будем снимать наши покупки будем совершать покупки покажем вам цены как поля еще раз так еще какие у нас новости как съездила стоматологу и что у тебя удалили два зуба два зуба мудрости вот эта сторона у тебя теперь не мудрая а теперь это мудрая про коммуникает болит да немного болит но отек уже спал и нормально мне просто десна там воспалилась и они сказали что это из-за зубов мудрости решила заболеть на отдыхе да нет но если честно давно надо было их удалить потому что они мне весь ряд портили мне все зубы сдвигались очень плотно зубы между собой и вот у меня сейчас цель удалить вот эти два зуба мудрости и выровнять выровнять дебуш в россии или китае и кстати еще ребят по страховке то есть как практически выжила всю страховку мы посчитали сколько уже вышло не больше 11000 бат вышла до больше 11000 бат вышла по лечению это получается три раза находила к врачу первый раз 2600 потом около 2000 и потом сейчас у меня 4 5 чем-то короче мы насчитали около 11000 бат больше даже рублями это получается больше двадцати тысяч рублей за страховку мы отдали 8000 рублей ну как бы мы не хвастаемся просто мы приехали на отдых мы не думали что у нас страхуйтесь приехала про заболела здесь заболела здесь заболела обратилась папой починили полечили а в а в таиланде очень дорогая медицина как такое ощущение что они у тут у просто взяли какую-то ручку все и уже на же деньги по тебе но вообще качество медицинских услуг в таиланде достаточно высокая но за это приходится очень много платить поэтому ребят страхуйтесь и тогда можно смело болеть поехали в магазин так еще у нас какие новости я постригся кстати понравилось мне или нет скажу наверно нет последний раз постригся в китае больше всего понравилось я наверное выложу фотку в инстаграме поможете сравнить посмотрите меня здесь и в инстаграме мы приехали в бикси и по и на наш взгляд это наверно самый недорогой магазин сегодня будем обзорить цены в этом супермаркете сразу же на входе очень много выпечки выложили багет но он такой маленечко уже полежавший но нет ни сухой на простой чувствуете что не свежих 24 бата стоит скидку сделали он она клеит скидку вот такие вот пончики разные большие маленькие и вот одна штука наверно да а тут написано 4 соночь может быть этот вот маленький это больше вот данные вот этот хлеб мы в том году брали нормальный хлеб для тостов мне кажется лучше взять вот цельнозерновой цена 31 бат 31 бат мягкий непривычно для нас здесь можно купить готовую продукцию курица рыба мы уже кстати сказать и брали вот такую рыбу скумбрии или макры очень дешево 38 бат всего и рыбки прям рыбка очень вкусненькая курочку можно год скупить да это прям вот прям похоже на китайский вариант желтая курица волосами здесь смотрите такой вот отделчик и можно приготовить салатик только все на тайском не понятно как выбирать перешли в мясной отдел мясо в таиланде мне кажется недорогое 81 бат за килограмм свинина в принципе можно выбрать кое-что и нам нравится вот эта штука ребра свиные очень вкусно уже второй раз покупаем супчик варили жарили просто да в китае кости очень дорого стоит по сравнению с берем такую ленту и и разрезаем по ребрышкам и обжариваем очень вкусно получается супчик какой-то бесподобный вырезка свиная 99 бат шикарно выглядит можешь штучки из них замутить сало кстати почему-то 160 фарш 85 в принципе неплохой колбаски мост уже такие прям колбаски смотри наверно наверно ни разу не брали не знаю не пробовать начинать да здесь такой заготовки кстати похоже китает корочка 59 а это 49 грудка до грудинка крылышки 66 ходит этот китай считается деликатесом дорогая часть курицы креветка 203 бата стоит вообще не желаю здесь креветки брать нет в китае берем живые креветки в магазине здесь дешевле но они мертвые да ребят покупаем живых и и они конечно не сравняться вот с этими там у них это считается прямо по сниженной цене и покупаем живых и прям их варим вообще клево получается они прямо мясо такого круга я прям вкусно сыра вообще много попробуй выбери называется сыра в таиланде куча также мне понравилась продукция вот такого плана кефир я чуть было не купил потом посмотрел на цену и понял что я не куплю его творог обожаю продукт 170 170 видно что привезенная продукту очень скоро портящийся поэтому соответственно и цены такие а также здесь есть вот такая продукция ребята пельмени предприниматели не дремлет и это скорее всего для приезжих потому что они все готовы есть местную еду вареники есть пожалуйста берем китаки обожаю этот сыр стоит 154 бата также как в россии до приблизительно также как у вас и масло ребята стоят 149 и вот самый известный такой бренд и я увижу и в китае здесь в россии соленая президент выбрали вот этот сыр чеддер 250 грамм 172 бата самое удивительное что есть в таиланде сметана здесь мы тоже покупаем и готовим из нее всякие салаты добавляем везде 39 бат 43 бата стоит вот такая бутылка молока 830 миллилитров а вот такая двухлитровая стоит 91 бат ты пробовал молоко да пока наше лучше в россии в таиланде очень вкусные яйца желток такой темные насыщенный это видимо потому что курица постоянно на солнце находится загорает перепелиное яйцо сколько здесь штук 15 штук 28 бат также ребята здесь очень много холодильников идет заморозкой мы как правило ее обычно не берем вот все это дело проходим очень много-много холодильников заморозки но мы стараемся брать все свежие еще в таиланде очень много-много колбасной продукции ребята посмотрите поставить сколько видов сосисок смотри вот кстати вот мы кусочек мяса берем 130 стоит килограмм смотрите ребята такой кусочек вышел на 259 50 тайцы постоянно упаковывать свои продукты именно вот в такую вот такие мешочки очень герметичное получается вот такие вот вот такой вот чупачок покажи там внутри такой вот чупачок он вот так вот открывается два пальчика и вот так вот открывается а потом вот так вот защелкивается и можно кушать есть еще куриная колбаска вот такая халяльная 69 бат всего стоит 450 грамм а также очень много зелени салат 49 бат такой 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 да очень много разновидностей салата салат у нас еще есть кстати что хотелось отметить здесь очень хороший укроп душистый такой как в россии огурчики вот 39 бат картошка в таиланде 39 бат стоит за килограмм а также в таиланде очень много сока очень большой выбор сока вот после эти гранаты вы 59 бат ставка Можно я, папа, возьму этот? С алоем? Да. Окей, давай. Папа, а можно я вот этот возьму с ягодками? Обломись. Они выставили папин сок и взяли какую-то ягоду. Здесь такие прикольные тук-туки стоят. И здесь, в общем, сувениры. Естественно, тайское мыло. Это мыло. Очень вкусно пахнет. Вот такой кусочек будет стоить 100 бат. Очень вкусно пахнет. Да, естественно, все очень вкусно пахнет. А, это очень вкусно пахнет. Красиво оформлено. Кать, я подумал, ты знаешь, я, наверное, брать такой хозяин нашего квартиры не буду. Возьму ему тайское спиртное какое-нибудь, да? А, да, кстати. Ты говорила, там какое-то тайское спиртное обязательно надо попробовать. Вот я его привезу, и вот вроде как презент с Таиланда будет. А жене его коробочку шоколадных конфет, да? С Таиланда, там тоже, да, тайский, да? Да. Очень красиво оформленный, Таиланд написано. Макароны в Таиланде полкилограмма 35 бат. Маслины 78 бат. Огурчики маринованные, Кать. Ну да. Не дешево. Да, не дешево. Я так понимаю, 219 бат. Что-то буря будет. Еще, ребят, мы обожаем вот это концентрированное молоко. 21 бат. Еще, ребят, мы берем здесь вот такую сгущеночку. 41 бат, 2 банки. В Таиланде 3 самых популярных пивных бренда. Это Лео, Синха и Чан. А также, ребята, очень много масла в Таиланде, но оно вот для салата какое-то. То есть именно соевое идет. Мы предпочитаем обычное подсолнечное. Ну, допустим, вот соевое 25 стоит за литр. Подсолнечное, естественно, будет стоить подороже. Кстати, такое же купили, да, Кать? 55 будет подсолнечное масло стоить. Сахар 1 килограмм будет стоить 20-50 бат. Вот он, тайский ром. Вот 300 миллилитров стоит 139 бат. А вот в такой коробочке 700 миллилитров, 279. Есть вот такая подарочная упаковка, 430 стоит литр-то. Все, ребята, дальше идет хостовары, контейнеры всякие, бытовая химия. Все, что для дома нужно. Мы, кстати, первый день, когда приехали, здесь покупали себе вилки, ложки, тарелки, кружки, потому что у нас этого всего не было, ножи. В общем, первую необходимую посуду, которая нам нужна была. Полина подходит к продавцам, что-то спрашивает. Я думаю, интересно, что она спрашивает. На каком языке? Она английском спрашивает. Добрый, для пляж. Ну, правильно все спрашивает. На первых рядах, ребята, посмотрите, такие национальные китайские платья продаются. У нас есть такие дома. Да, 440,8 стоит такое платье. Это, видимо, уже готовится к китайскому Новому году. Китайцев в Таиланде очень много, поэтому вот, минимум, такие продажи здесь подразумеваются быть успешными. Мороженое, ребята, стоит 35 бат. Вот такой вот стаканчик. А это, ребята, хит сезона. Тапочки. Тапочки, рыбка. Ребята, смотрите, такой молоточек, там такой зеленый рис, он так стучит. Вот так из него получается. Наверное, очень вкусно. Вот такой он там внутри. Вот такая продуктовая корзина получилась у нас в Таиланде. Практически половина из этого всего у нас есть уже дома. Овощи мы не купили, да? Есть даже немного мяса, да. В общем, если вам было это видео полезно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока! Пока!